сегодня я вам покажу мой метод закрытия скрещенной резинки для начала отмеряем нужное количество нити чтобы закрыть такую ширину полотна необходимо три ширины пряжи вот я так прикладываю на глаз 1 2 видите даже больше беру и чуть отмеряя всегда хвостик с запасом чтобы точно хватило вставляю нить в иглу и так закрываем резинку один на один которая связана с крещенными петлями первая петля кромочная 2 лицевая скрещенная третье изнаночная 4 лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так далее на канале у меня есть уже видео как закрывать обычную резинку один на один вот как это ссылочки на эти очень подробные видео уроки оставлю вам внизу под этим видео что я делаю первым делом я представляю что кромочная это изнаночная петля то есть вот изнаночная у меня справа лицевая от нее следующая как бы по узору идет изнаночная при обычном закрытии мы всегда вводили иголку так чтобы петля была не скрещенная посмотрите вот так снизу мы вводили или сверху вот так но главное чтобы она стояла ровно вот ее классическое положение на спицы все петли были в узоре перекрещены и нам при закрытии иглой необходимо также перекрещивать их если закрыть обычным способом то есть не перекручивая петли то будет один эффект если перекручивать в процессе будет другой эффект попробуйте на образцах и вы сами увидите разницу да может тот кто не вяжет ничего и не заметит но тот кто вяжет всегда заметит и так первым делом что нам нужно делать когда мы вводим иголку то мы заранее думаем как нам ввести иголку так чтобы петля была перекручена и стояла правильно так как нам нужно при обычном закрытии мы бы ввели вот так бы иголку но при этом закрытии когда скрещенная резинка мы вводим с этой стороны видите я перекручиваю делаю не скрещенные дальше лицевую петли пропускаю и работаю с изнаночной на изнаночной стороне это петля смотрите это лицевая нам нужно ввести так чтобы она получилась в итоге скрещенная если мы просто ведем иголку в петлю вот так то этого недостаточно мы ее недостаточно прокрутим я ее беру вот так чуть вытягиваю теперь иголка легко пройдет и вставляю смотрите как так подхватываю петлю вот вот она на лицевой стороне это душка тебе нужно подхватить и вывести вот она над иголкой и аж теперь я протягиваю нить обязательно кладем вот так справа под спицей и затягиваем просто до упора вот так чик все дальше они тянем видите не тянется сама легла как нужно больше мы ее не затягиваем сильнее и слабее тоже не нужно так просто до упора легонько и готова так первую петлю закрыли дальше перед нами лицевая петля изнаночная лицевая нам нужно в первую петлю иглу ввести так чтобы она была перекручена если я ее виду просто вот так сверху то петля будет стоять как вот видите просто ровно правая душка петли справа левая слева повешу обратно но если я введу вот так видите я и перекручиваю накладываю одну стенку на вторую получается крестик без крестика в жизни никуда так эту перекрутила дальше мне нужно следующая лицевая также сама смотрим если я веду просто в петлю то что будет то ничего не будет она будет такая же назовем ее прямая не прикрещенная чтобы она получилась скрещенная нужно вести смотрите как нам нужно чтобы вот эта душка легла на эту для этого я ее немножко вытягиваем вот так и пальцем придерживаю вот здесь чтобы она дальше не пряталась не затягивалась нитка теперь это отодвигаю вправо так это длину ввожу туда в петлю спицу его уверен и вот эта душка что осталось я ее сюда вывожу под нее я протягиваю по сути я перекрещиваю петли на спицы не снимая их тяну нить до упора чем дальше не тянется и не тянем следующая петля изнаночная с изнаночной стороны смотрим лицевая петля изнаночная лицевая на лицевой стороне на которой мы работаем у нас изнаночная лицевая и изнаночная работаем значит мы с изнаночной петлей делаем все то же самое прокручиваю ее вставляю сбоку чтобы она прокрутилась стала скрещенная вот так так теперь работаем с изнаночной петлей так же самое как я вам уже показывала вытягиваем ее на изнаночной стороне вот так вставляю иголку в эту петлю с изнаночной стороны на лицевую насквозь провожу видите просто рядом вот в эту петлю просто ввожу иглу вот так насквозь и вот эта душка под иголкой я ее должна зацепить как крючком и вытянуть туда наизнанку вот так и протягиваем подтянули до упора нить далее смотрим какие крайние три петли лицевая посрединке изнаночная и лицевая крайняя крайнюю лицевую подкрутить надо а вы же видите что мы уже через эту петлю протягивали нить вот она лежит но вы ориентируйтесь всегда на лицевую петлю вот то что рядом посмотрите как она стоит вот левая душка перед спицей а правая там за спицей и как нужно вести иглу в эту петлю чтобы она получилась прикрученная нужно вести не вот так спереди снять а сзади с снимаем дальше работаем спереди с лицевой так же самое нам нужно ввести иголку как в эту петлю мы вели так же самое спереди мы оттягиваем немного нить я в принципе это делаю просто для того чтобы вам было лучше видно а когда я закрываю обычно так сильно не вытягиваю ввожу иголку в петлю можно прям над спицей вот так покажу вам видите вот так бы я ввела и протянула но я не могу над спицей это сделать мне нужно в петлю вовнутрь петли вести поэтому надо под спицы тоже самое сделать видите вот я вожу иголка находится в петле прям проходит насквозь я как бы обхватываю вот эту дужку видите и вот она лежит петушка над иглой протягиваем нить кладем под спицей всегда до упора чик все больше не нужно дальше следующая петля у нас изнаночная изнаночная делаем все тоже самое смотрим дальше что у нас на спицах в крайне 3 петли какие крайне меня изнаночная потом лицевая и изнаночная вводим вот так вот так и вот эту дужку левую надо как подхватить и вытащить наизнанку так чик еще раз нужно вот так показать вам что видно было как бы оттягиваю кладу вот так что вам видно было что происходит когда я это все делаю так поступаем принципе со всеми изнаночными петлями поэтому один разом запомните вот я тянула и ввожу иглу вот так под эту дужечку что лежит вот она следующую петлю пропускаем работаем с 3 всегда работаем с двумя петлями и также сама вставляю хватают и дужку вот так и захватываю снизу и тогда аж когда две петли на игле туда протягиваем так ушла не туда под спицу кладем так и до упора снова делаем все то же самое 3 крайние петли 1 лицевая 2 изнаночная 3 лицевая ориентируемся на то как висит 3 лицевая вводим иглу в первую вот так снизу вот так под спицей сразу можете эту петлю снимать можете позже снять и кому как удобно то есть вы можете вот как я сейчас сразу сняли а можете протянуть сразу две петли потом когда протягиваете нить через петли потом снять эту петлю но в любом случае всегда нужно вот эту первую петлю снимать далее пропускаем изнаночную третью лицевую подтягиваю так и еще там чтобы вам было видно ныряю вот сюда в петлю подтянутую под спицу дальше хватаю дужку и вытягиваю сюда и протягиваем до упора теперь с краю у нас казалось какая петля изнаночная далее лицевая и изнаночная повторяемся то же самое некоторые мои подписчики просят чтобы я разговаривала кадре они включала музыку лучше для большинства чтобы на видео присутствовал мой голос на не музыка какая-то вместо того что я объясняю так что давайте буду комментировать просто то что я делаю смотрите вот первая изнаночная у меня так вот так я делаю раз и вытягиваю эту дужку вот хватаю и вот она над иглой меня получилось и я сразу могу снять эту петлю чтобы не потом а сразу и вторую делать уже самое вот это изнаночная раз вставляю сверху это вверх так не зацепилась еще раз зацепилась далее 3 петли от края 1 2 3 1 лицевая 2 изнаночную 3 лицевая нить под спицы кладу как всегда снимаю так и лицевая тягиваю специально вывожу под спицы хватает дужку я петли вытягиваю для того чтобы вам показать как игла проходит а вы когда будете закрывать то сильно вот так вытягивать не нужно петли как я вам беру вот это все сильно вытягиваю потому что края получится может у вас там сильно вытянутые петли получится будет некрасиво ангоровая пряжа у меня конечно не сильно видно но учатся такие как звенья цепочки красивые это я сейчас хочу джемпер с ангоры связать и попробовала резинку один на один и обычные закрытия мне не понравилось она что-то резинка вот просто подбираю узоры и я попробовала скрещенную а вот скрещеная понравилась и закрытие вот это тоже я придумала вот на скрещенных петлях вот так я хочу это сделать при закрытии хочу каждую петлю перекрещивать и у меня получилась такая задумка интересная и даже очень так неплохо получается это лицевая сторона закрытия данном случае а это изнаночная чуть-чуть отличается помните что всегда когда вы снимаете иголкой первую петлю нить всегда под спицей прокладываете вот так она не должна никогда быть над спицей только под спицей и и затягивайте до упора не сильнее да получится вот такое красивое полотно этот способ я придумала сама вот когда просто связала резинку и придумала как ее закрыть решила вот так ее закрыть посидела поигралась и придумала такой способ закрывать все петли я не буду так как он меня нужно пряжа этот образец случае нехватки пряжи на все изделие я распущу и увяжу его в изделие а так как распускать этот край не быстро то я не буду полностью закрывать все петли пусть лежит в таком виде образец то что я вам хотела показать я вам показала может быть это мой авторский метод может быть я даже не знаю такого способа закрытия в книге я не встречала вот поэтому придумала его сама поэтому могу смело считать его авторским напишите в комментариях видели ли вы ранее такой метод закрытия петель но уверена что где-то на этой планете есть человек который тоже самое мог придумать вот так я хочу закрыть край у моего следующего джемпера из ангоры пожалуйста перед тем как закрывать край на ваши резинки скрещены попробуйте на образце посмотрите как оно у вас получается потренируйтесь чтобы в готовом изделии у вас сразу с первого раза все хорошо закрылась и да друзья кстати я пряжу использую вот такую вот ангора твит твит называется она потому что на ней вот такие красивые вкрапления вкрапления на основной нитке смотрите желтые красные и синие 85 процентов ангора 15 поле имеет и 5 из коза пряжа у меня с магазина вуллрайт метраж 100 грамм 500 метров у меня бобинки здесь 650 метров и у меня таких две бобинки должно хватить на тепленький джемпер бобинки здесь и и и и и и